друзья всем привет с вами александр и вы на канале world house pro в сегодняшнем выпуске будем говорить о том что такое аквапанель и для чего она нужна выглядит она вот таким вот образом здесь она уже у нас закреплена на фасаде в общем то самое основное ее применение это как раз таки фасадные вентилируемые фасады навесные фасады поговорим сегодня о том как ее применять как и вообще пользоваться этой аквапанелью какие у нее плюсы и минусы относительно других листовых материалов начинаем сама по себе аквапанель является не горючим материалом то есть при нагреве с ней абсолютно ничего не происходит потому что это по факту бетон легкий бетон то есть это портланд цемент минимальный минеральный наполнитель либо кварцевый песок либо керамзитная крошка еще бывает что добавляется пластификатор для того чтобы он не растрескивался и можно было да ему придать какую-то конкретную форму как правило на производстве это все производится конвейерным путем то есть заливается сплошная вот лента которая соответственно нарезается потом на элементы она бывает заводского изготовления либо 240 либо метр двадцать ширина всегда 90 миллиметров 900 миллиметров это я сейчас говорю конкретно про аквапанель производители каналов возможно что есть аквапанели и других производителей ну они точно существуют соответственно просто сам так скажем родитель этой технологии это именно немецкая технология каналов ни в коем случае да там не сочтите это за рекламу я просто говорю об этом материале потому что мы его сами применяли я знаю что он себя представляет и какие его характеристики именно в работе поэтому я говорю именно окналфи а не каких-то других производителей потому что с ними я не знаком лично и не могу ничего сказать о их применении соответственно геометрия у этих листов достаточно хорошая то есть наверное погрешность может быть там около одного двух миллиметров этот материал применим именно для фасадов но также есть и аквапанели для внутренних работ у них немножко другой состав но все эти материалы они влагостойкие то есть аквапанели благостойкие в общем то даже само название говорит само за себя на фасаде его отлично применять потому что он по весу легче чем какие-то другие листовые материалы к примеру по сравнению даже с цсп он не такой хрупкий за счет того что у него есть стеклосетка то есть именно но без нее конечно он было легко крошился и рассыпался как но если взять тоже гипсокартон у гипсокартона у него есть именно на поверхности да там тонкий слой картона бумаги который в общем то и удерживает но он не влагостойкий хоть даже если взять именно влагостойкий гипсокартон все равно там его именно для каких-то прям помещений с повышенной влажностью либо для улицы применять нельзя потому что он размокнет аквапанели соответственно для наружного применения применяются как правило только на фасадах есть еще редкие исключение когда его применяют примеру на кровли в качестве замены там osb ну на мой взгляд в общем то это применение достаточно такое раздутое понятно что производитель до хочет везде как бы до применить свою технологию и выйти вытеснить какие другие материалы то есть принципе если вы там какой-то фанат аквапанели то вы можете сделать себе и опалубку из аквапанели место там ламинированной фанеры правда она будет одноразовая можно сделать и зашивку фасадов сделать зашивку внутри стен можно также да и там на крышу под мягкую черепицу положить аквапанель то есть это все конечно по желанию но материал достаточно дорогой то есть на сегодняшний день лист аквапанели 2.40 на 900 стоит где-то порядка наверное двух с половиной там тысяч рублей но на самом деле если сравнить со избишкой опять же на сегодняшний день то она на самом деле стоит тех же самых денег но опять же osb легче и на крышу конечно проще там применять именно его также этот материал применяют при строительстве домов по лстк технологии до полностью возводится металлический каркас и снаружи уже зашивается к панелью на панель можно наносить любые фасадные материалы то есть это может быть либо штукатурка либо камень и либо плитка клинкерная цементная декоративная какая-то то есть в общем то для фасадов это отличный материал если вы именно делаете на подсистеме как вентилируемый и фасад либо навесной фасад в принципе можно также применять напрямую приклеивать эти листы на тот же газобетон либо на кирпич чтобы потом уже не штукатурить фасад а сразу носить декоративные покрытия ну то есть это такой способ применения так называемое сухое строительство когда мы уходим от лажных процессов ходим от штукатурки фасады если к примеру вы решили делать это в зимний период либо в дождливый какой-то период то вы можете в принципе заменить штукатурку на фасаде аквапанели паку панели потом уже наносить декоративное покрытие конкретно в данном случае эту аквапанель мы применяем для монтажа на нее потом в последующем цементной плитки на клею то есть здесь сделана подсистема вот так вот она выглядит сейчас покажу фотографии соответственно на эту подсистему потом на саморезы оцинкованные с буром крепится аквапанель стыки обязательно промазываются специальной шпаклевкой для стыковки аквапанели либо гипсокартона и проклеивается сетка тоже стеклотканевая сетка также производства кнауф как и сама это аквапанель то есть и вся эта конструкция уже соответственно надежно держится стыки потом не отрезку это не лопаются то есть вот эта сеточка она удерживает между собой точно даже не удерживает а просто закрепляет между собой стык чтобы он не растрескивался и не гулял вот так вот подсистема выглядит на фасаде с правой стороны такой панели от угла у нас идут направляющие г-образные профиля и с левой стороны под аквапанелями и выше их видно уже стоят поверхностные п-образные если поближе посмотреть что из себя этот материал представляет то есть внутри это цементная основа то есть цемент с пластификаторами с добавками состав чуть больше раскрою и снаружи у него уже идет стеклотканевая сетка вот вот так вот ее видно то есть она вот как стекло холст в общем такой получается ячеистый с одной стороны приклеены и также приклеены с другой стороны то теперь нужно чтобы он был этот материал крепки чтобы он не рассыпался хотя сам по себе он как бы довольно хрупкие то есть давал пасли вот так вот ударить он начинает сыпаться крошится но вот эта стеклосетка на как раз и предназначена чтобы все вот это вот удерживать и тут уже видно что-то она тут есть кварцевый песок в составе дату есть наполнитель и идет уже сам по себе цемент вот такая вот эта штука Друзья, ну в общем вот так вот, да, прогресс не стоит на месте, каждый день появляются какие-то новые материалы, на самом деле Акопанель достаточно свежий материал, не так давно он на рынке, не так много его применяют, но на сегодняшний день это, в общем-то, отличное решение для многих задач, так что если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка будет в описании к видео. Мы постоянно там рассказываем о каких-то фишках строительности, показываем наши объекты, рассказываем о том, чем мы занимаемся, показываем проекты, в общем, много всего интересного в нашем инстаграме каждый день. На сегодня это все, с вами был Александр, команда World Class Pro, всем пока!